Я хочу поговорить с вами о психосоматике. Мы избавляемся от фобий, от панических атак, создаем эмоции, создаем настроение. Это все работа с нашей психосоматикой. Психо – это наш мозг, наша душа, сома – наше тело. Психосоматика – большой раздел психологии. И это скрывает внутренние те проблемы, которые вызывают у нас те или иные болезни. И часто болезни связаны именно с внутренними зажимами, с внутренними какими-то недорогонками. Вот я прочитаю. Психосоматика – это телесное отражение душевной жизни человека. Вот именно и есть, как дальше пишут, взаимосвязь тела с омом и психики. И эта взаимосвязь двухсторонняя. То есть, если я создаю какие-то эмоции или я создаю себе настроение, то и мое здоровье как бы улучшается. Но если у меня здоровое тело, а в каком смысле здоровое, нету каких-то зажимов, нету каких-то нерешенных проблем, в здоровом теле здоровый дух, так вот это сообщающиеся сосуды. Поэтому я вам рекомендую смотреть мои ролики о психосоматике, читать мои материалы, которые я пишу в своих сайтах о психосоматике. И вообще приобрести фильм, который говорит о наших заболеваниях, связанных с психосоматикой. А в этом фильме я буду говорить вам о телесной терапии. Это какие-то упражнения, определенные задания. И вот я прочитаю тоже про психосоматику. Таким образом, травмы и разочарования, накапливаясь, влекут за собой разлад между чувствами, разумом и телом. Потерю контакта с частями души и тела, с чувственной реальностью этого мира. И вот тогда человек утрачивает свою целостность, гармоничность и связь с реальностью. Вот они, деперсонализация, дереализация, вот они панические атаки. У них заболевание. У некоторых бессонница, у других запоры. У других чего-то похуже. Ведь и вегетососудистая дистония, которую нам все приписывают, это чисто психосоматическое заболевание. Это и повышенное давление. Это и проблемы с сердцем связанные. И вот, просто немножечко перечислю. К потере контакта с телом приводит физическое насилие, эмоциональное или психологическое. Вот часто бывает, что в детстве, да не в детстве, а вчера, произошло какое-то вот психологическое насилие. И что? В лучшем случае насморк. А в худшем случае не буду говорить, потому что мы пишем в моих сайтах, какие болезни связаны с какими психологическими травмами. Ну, например, даже вот, когда критика, вы испытываете чувство стыда, то тогда они тоже отражаются на нашем теле, в нашей психосоматике. Понимаете, вот это все связанное с мистикой, с парапсихологией, с разведением руками, это некое воздействие на психосоматику. Ну, как бы самовнушение, внушение типа. На самом деле, ничего нельзя извне, как бы, привнести, но можно внутри вас каким-то триггером, каким-то пусковым механизмом запустить механизм оздоровления. Мало того, что оздоровление, улучшение иммунитета, улучшение состояния, избавление от бессонницы или запора. Просто я не хочу говорить о более серьезных заболеваниях, произносить их вслух. Вы же мнительные люди, вы начнете на себя это навешивать. А вот такие проблемы можно говорить и проще. Поэтому, друзья мои, поинтересуйтесь психосоматикой. Вот просто набирайте в поисковике психосоматикой или заходите на мои сайты, там тоже можно набрать слово психосоматика и ряд статей, которые пишу и я, и другие люди. И я цитирую классиков. И я даю упражнения даже на своих ресурсах. Но будет специальный фильм, который и будет называться «Телесная психотерапия», когда вы будете через тему, через слово воздействовать на свое здоровье. И если вы говорили о повышении качества жизни через эмоциональный аппарат, через избавление от панических атак, то тут качество жизни связано напрямую с вашими органами, чтобы ваши органы функционировали достойно. Это получится. Если вы приплюсуете к моим упражнениям здоровый образ жизни, вы будете выглядеть здоровее в меня. Потому что что-то со здоровым образом жизни у меня не получается. Все некогда. И хочется что-нибудь такого, что вредно для организма. Но психосоматикой я владею в полной мере, как олимпийский чемпион. Я могу психосоматикой многие и физиологические проблемы, и психологические проблемы решать у себя. И наслушиваешься вас на консультации, голова пухнет. А как очищаться? Ну вот эти все там парапсихологи. Не хочу их повторять. Запомните. Нет ничего мистичного. Все уже ясно в психологии. Конечно, еще будут открытия. Но многое ясно. И все эти мистичные, парапсихологичные, эзотерические практики. Удачи вам! На тот, кто хочет быть здоровым. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Читайте мои ресурсы. Приобретайте мои фильмы, тренинги. И занимайтесь. Самое главное, помните, в каждом фильме, тренинге я некой своей энергетикой будоражу в вас вот те здоровые струны души, которые создают в вашем сонне теле здоровое. А здоровое тело влияет на вашу душу и пошло. И этот сообщающий сосуд заполняется. До связи, друзья мои. Мои контакты известны.